Меня зовут Таня, я работаю в школе. Я здесь не для того, чтобы спорить с кем-либо. Большинство мусульман всегда говорят мне, что я попаду в ад, потому что я католичка, и что мне следует принять ислам, и тогда я попаду в рай. По мне, я хорошая католичка. Я стараюсь быть хорошей католичкой. Я не совершаю грехи намеренно. Значит ли это, что я могу попасть в ад из-за того, что я католичка, и попаду ли я в рай из-за того, что я мусульманка? Сестра задала вопрос, что многие ее друзья-мусульмане говорят, что из-за того, что она католичка или христианка, она попадет в ад. И правда ли, что она может попасть в ад из-за того, что она христианка? Сестра, по моему мнению, если ты истинная христианка, если ты истинно следуешь учению Иисуса Христа, мир ему, то, иншаллах, ты попадешь в рай. Но только если ты истинно следуешь учению Иисуса Христа, мир ему. И Иисус, мир ему, говорил, И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сейчас я не знаю, чему ты следуешь. Я не знаю, следуешь ли ты своей церкви, или ты следуешь Иисусу Христу, мир ему. Если ты следуешь своей церкви, то шансы попасть в ад очень высоки. Но если ты следуешь за Иисусом, мир ему, то иншаллах ты побудешь в рай. Если ты читал Библию, в ней есть слова Иисуса, мир ему. Все высказывания Иисуса Христа в Библии напечатаны красными буквами. Какими буквами? Красными. Правильно. Сестра, веришь ли ты, что Иисус — это Бог? Я немного сомневаюсь в этом вопросе, и я не хочу вдаваться в Него. Нет, я спрашиваю, да или нет. Ну... Ты запуталась в Боге? Нет, я не запуталась, я просто не хочу говорить о том, чего не знаю. Сестра, я не спрашиваю, знаешь ли ты или нет. Я спрашиваю, во что ты веришь. Да, я верю, что он Бог. Хорошо. Я не спрашиваю о том, чего ты не знаешь. И я не заставляю тебя доказывать это. Сестра, Ислам — это единственная нехристианская религия, которая ставит условием веры, веру в Иисуса Христа, мир ему. Ни один мусульманин не является мусульманином, если он не верит в Иисуса, мир ему. Мы верим, что он один из самых великих посланников Бога, и мы верим, что он был рожден чудесным образом, без вмешательства мужчины. И мы верим, что он Мессия, что значит Христос. Мы верим, что он оживлял мертвых с дозволения Господа. И мы верим, что он лечил слепорожденных с дозволения Господа. Мусульмане и христиане идут вместе. Но люди спрашивают, где они расходятся. Сестра, они расходятся в том, что большинство христиан, чуть ли не все, верят, что Иисус Христос — это всемогущий Бог. Они верят, что Он утверждал о божественности. Но по факту, если ты читал Библию, нет ни одного ясного утверждения, ни одного недвусмысленного утверждения во всей Библии, где Иисус Христос сам говорит «Я Бог, или поклоняйтесь Мне». Сестра, если ты сможешь найти хоть одно ясное или недосмысленное утверждение в любом месте в Библии, в котором Иисус Христос сам сказал «Я Бог, или поклоняйтесь Мне», тогда я готов принять христианство сегодня. Если ты прочитаешь Библию... Я не хочу, чтобы вы принимали христианство. Да, я приду к этому. Я хочу лишь получить свой ответ. Хорошо, ты получила часть ответа. Сейчас я дам тебе полный. Да, конечно, продолжайте. Сейчас ты получишь полный ответ. Ведь я сказал, что если ты истинный христианин, ты попадешь в рай. А ты не знаешь, что значит истинный христианин. И я даю тебе информацию, что значит истинный христианин. Если ты прочитаешь Библию... Иисус, мир ему, сказал в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 28. Он сказал «Мой отец больше меня». И также в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 29. «Мой отец больше всего». И также в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 28. «Мой, я изгоняю бесов Духом Божьим». И также в Евангелии от Луки, глава 11, стих 20. «Перстом Божьим изгоняю бесов». И также в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Любой, кто говорит, что не ищу моей воли, а воли всемогущего Бога, он мусульманин. Иисус, мир ему, подчинялся воле Бога, и, следовательно, он был мусульманином. Он никогда не утверждал о божественности. И это ясно упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 24. «Иисус Христос сказал, «Поучения же мои, которые вы слышите, исходят не от Меня, а от Отца, пославшего Меня». Это ясно упоминается в книге Деяний, глава 2, стих 22. «Мужи иудейские, выслушайте слова Мои». «Иисус из Назарета был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас». Итак, Иисус Христос был человек, чья божественная власть была ясно доказана вам всеми силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Вы сами знаете это, ибо произошло это здесь среди вас. Поэтому из Библии мы узнаем, что Иисус Христос, мир ему, был человеком. Он был одним из самых лучших посланников Бога, но он не был Богом. Мы любим его и уважаем, исследуем его учению. Если ты сравнишь то, что говорил Иисус Христос в Библии, мы, мусульмане, исследуем большей части учения Иисуса. Иисус, мир ему, сказал, если прочитать Библию. Он был обрезан на восьмой день. Все мусульмане обрезаны, тогда как большинство христиан нет. Иисус, мир ему, сказал в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 17. Не думайте, что я пришел с тем, чтобы уничтожить закон или писание пророков. Я пришел не для того, чтобы их уничтожить, а чтобы исполнить их учения. Так что вы обязаны следовать каждому закону Старого Завета. И также я ранее говорил, и это упоминается в книге Второзакония, глава 14, стих 8. И в книге Исаии, глава 64, стихи от 2 по 5. И в книге Левит, глава 1, стихи от 7 по 8. Вы не должны употреблять свинину. Мусульмане не едят свинину, а большинство христиан едят. Если вы прочитаете послание к Ефесянам, глава 5, стих 18. И в книге Притчи, глава 20, стих 1. Они говорят, что вы не должны употреблять алкоголь. Мусульмане в целом не употребляют алкоголь, а большинство христиан употребляет. Если христианин это тот, кто следует учениям Иисуса Христа, мир ему, то мы, мусульмане, больше христиане, чем сами христиане. Если ты хочешь стать истинной христианкой, истинно следовать учению Иисуса Христа, мир ему, то он сказал в Евангелии от Янна, глава 16, стих 7. «Истинно говорю, для вас будет лучше, если я покину вас. Ибо если я не уйду, то утешитель не придет к вам. Если же я уйду, то пошлю его к вам». И так же Иисус сказал в Евангелии от Янна, глава 16, стихи от 11 по 14. «Еще много имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он восславит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам». Так что Иисус, мир ему, говорил о приходе последнего и заключительного посланника, пророка Мухаммада, мир ему. Поэтому, сестра, если ты истинная христианка и истинно веришь в Иисуса, мир ему, ты обязана верить в последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада, мир ему. Поэтому, если ты истинная христианка, то веруешь в пророка Мухаммада, иншаллах, и попадешь в рай. Надеюсь, я ответил на вопрос.